Какой Xiaomi выбрать в 2018 году? Многие продолжают задаваться этим вопросом еще с 2017 года и сегодня, если ты пришел именно за этим, я тебе с этим помогу. Как я это сделаю? Ну, во-первых, я выберу лучшие смартфоны от этой компании на сегодняшний день и второе, что я сделаю, это разложу все выбранные мной смартфоны по ценовым полочкам для того, чтобы любой из вас мог выбрать то, что он ищет. Ссылки на хороших продавцов и на самые низкие цены, которые я, то есть, которые мне удалось найти, я оставлю в описании под этим видео. А также я оставлю ссылку на кэшбэк, на самый надежный кэшбэк от Letyshops тоже под этим видео. Я, кстати, пользуюсь этим кэшбэком уже не первый год и он меня еще ни разу не подводил. Ну что ж, ребят, давайте начинать. Поехали! Первые смартфоны, и это невероятно, но они стоят до 100 долларов. Тут у нас два очень похожих смарта. Отличаются они фактически только размером экранов. 5 дюймов Redmi 5A против 5,5 дюймов у Redmi Note 5A. В основном у нас тут 425-й Snapdragon с видеоускорителем Adreno 308. Но вы не думайте, что на них вообще ничего нельзя поиграть. Это далеко не так. Еще как поиграете. Просто на более низких настройках графики. IPS-экраны с разрешением HD. По памяти 2,16 гигабайт. Не густ, конечно, но есть слоты под карт памяти. И тут я хотел бы отметить Redmi Note 5A. У него слот не комбинированный, то есть можно вставить две симки и microSD-карту. Это очень шикарно. В Redmi 5A такой возможности нет. Там слот комбинированный. И, кстати, хотел отметить еще то, что в них нет сканеров отпечатков пальцев. Ну и по ценам 86 и 88 долларов. С летишопсом 84,5 и 86,5. Можно чуток сэкономить. На самом деле, ребята, это почти даром за сбалансированные аппараты. Ближе к 100 долларам еще есть несколько смартфонов. Это Redmi 4X, Redmi Note 5A Pro и Redmi 5, которым я сейчас активно пользуюсь. По экранам 5 дюймов у 4X, 5,5 у прошки и 5,7 дюйма на Redmi 5. У Redmi 5 экран вытянут в соотношении 18-9. Это новая тенденция. И экран в реальности выглядит действительно круто. Redmi 4X все еще хорош. Он самый дешевый из этой тройки. И у него самый объемный аккумулятор. По процессорам Snapdragon 435 у 4X и у Pro. А вот у пятого Redmi уже 450 дракон. Который является фактически тем же 625, процем, только с урезанной частотой. По памяти 4X бывает от 2.16 до 4.64. 5A Pro от 3.32 до 4.64. А вот пятерка бывает от 2.16 до 4.32. Кстати, у прошки тоже не комбинированный лоток под сим-карты. То есть тут тоже можно вставить две симки и дополнительную память без колдовства. По графике, Adreno 505 у более старых аппаратов, а у Redmi 5 Adreno 506. Redmi 5 из этих трех решений самый новый и, как по мне, самый лучший. Как по своему процессору с графическим ускорителем, так и по своему новомодному вытянутому экрану. Лично для себя я взял именно его. По ценам 4X от 109 долларов. Note 5A Pro от 118. И Redmi 5 от 125 долларов. С кэшбэком 107, 116 и 123. Цены очень четкие за такие смартфоны. Дальше, друзья, переходим к цене приблизительно в 150 долларов. Тут я отобрал два смартфона. Это Redmi Note 4 Global и Redmi 5 Plus. Redmi 5 Plus не так давно вышел, поэтому Global версии на момент записи видео еще нет. По начинке Redmi Note 4 Global это тот же Note 4X, только с 20-м бендом, с европейской зарядкой и глобальной прошивкой. Note 4X, конечно же, тоже теперь все с глобальной прошивкой продаются, поэтому разница только в 20-й полосе и в зарядке с нашей вилкой. По начинке у Redmi 5 Plus и Redmi Note 4 все очень похоже, но у пятерки новый вытянутый экран. Кстати, 20-й полосы у него тоже нет, поэтому если ваш оператор на 4G работает на 20-й полосе, то подумайте, стоит ли его брать для себя, если пользуетесь 4G интернетом. Но в скором времени все появится с выходом Global версии. Процессоры здесь те же, 625 драконы, в виде ускорителя Adreno 506, память от 3.32 до 4.64. Размер экрана чуть больше у Redmi 5 Plus, 6 дюймов против 5.5. Почему больше? Он просто длиннее, следовательно, при чтении, например, новостной ленты информации влезет больше. К камере очень похоже, я владею обоими этими аппаратами, поэтому знаю, о чем говорю. По ценам, 141 доллар за Note 4, 155 за Redmi 5 Plus, но и с кэшбэком немножко дешевле, 138.5 и 152. Экономия небольшая, но все равно приятно. Что касается меня, то я бы выбрал Redmi 5 Plus, он все-таки уже более интересный со своим экраном. И, кстати, сканер отпечатка у него офигительно быстрый, как у его младшего брата Redmi 5. А мы переходим к категории 200 баксов. В этом ценовом сегменте могу выделить три смартфона. Mi A1, Mi 5X и Mi Max 2. Mi A1 и Mi 5X это, ну, почти те же самые смартфоны, только на Mi A1 чистый Android и поддерживается 20-я полоса LTE. Ну, а также зарядник европейский. В Mi 5X всего этого нет, и также в нем стоит MIUI. Но по начинке Full HD, IPS-экраны, 5,5 дюймов Mi A1 и Mi 5X и почти 6,5 Mi Max 2. Процессоры все те же, полюбившиеся Xiaomi Snapdragon 625 с Adreno 506. Память 4,32 и 4,64. А1 и 5X. Ну, а у Mi Max 2 бывает от 4,32 до 4,128. Это реально много, потому что он позиционируется уже почти как планшет. Также в этих смартфонах стоят хорошие камеры, все 12-мегапиксельные. Mi A1 я даже сравнивал лично с iPhone X. У меня есть ролик, те, кому интересно, обязательно посмотрите. И, кстати, у Mi 5X и Mi A1 есть оптическое приближение и размытие фона. У Mi Max 2 такого нет, так как у него нет второй камеры. По ценам Mi A1 и Mi 5X от 190 долларов на момент записи видео. Mi Max 2 от 210 долларов. С кэшбэком 186,5 и 206 долларов за Mi Max 2. И у нас остались топы от Xiaomi. Я их не буду делить на ценовые планки, покажу все одной пачкой. Все тот же Mi 5S, выпущенный в 2016 году. Mi Note 3, Mi 6 и Mi Mix 2. Все эти смартфоны очень достойные. Процессоры. 821 у Mi 5S, 660 у Mi Note 3 и 835 у Mi 6 и Mi Mix 2. По памяти у нас тут очень много конфигураций, вы их все видите у себя на экранах. Единственное, что хотел бы отметить для тех, кто желает побольше, то на Mi Mix 2 есть 8 гигабайт оперативы со 128 гигабайтами внутренней памяти. Просто мега много. Экраны IPS от почти 5 дюймов на Mi 6 и Mi 5S. Затем у нас идет Note 3 с 5,5 дюймами. И самый большой экран у почти безрамочного Mi Mix 2. Там экран 6 дюймов. Любой из этих смартфонов игровой и хорошо фотографирует. Mi Note 3 и Mi 6 умеют фотографировать с размытым фоном, потому что у них есть две камеры. А также умеют фотографироваться с двукратным оптическим приближением. Во всех этих смартфонах есть NFC и быстрая зарядка. Mi 5S уже, конечно, старичок, но поверьте, он еще могет со своим процессорами. По сути, он даже круче более дорогого Mi Note 3. Именно из-за процессора. Mi 6 уже в скором времени тоже будет заменен на Mi 7. И после того, как он появится, ссылки на Mi 7 я оставлю в первом комментарии под этим видео. Для тех, кому это интересно. Цены этих смартфонов. Mi 5S от 275 долларов. И хочу сказать, что версии с черной мордой, к сожалению, больше нет продажи. Но, во всяком случае, я не нашел. Mi Note 3 от 295. Mi 6 от 350. И Mi Mix 2 от 440 долларов. Со скидкой Letyshops 270, 290, 344 и 432. Скидка небольшая, но почему ей не воспользоваться, если она есть? Друзья, ссылки на смартфоны, которые вы только что видели, будут под этим видео, в описании, а также первым закрепленным комментарием. Цены актуальны на сегодняшний день. Цены актуальны на момент записи видео. Поэтому, я не знаю, они наверняка будут меняться. Поэтому, прошу вас, не пишите, что, мол, Женя, цена совсем другая, не такая, как ты указал. Она гораздо выше или гораздо ниже. Не пишите этого. Еще, друзья, я постоянно слежу за новинками от компании. Вот, Xiaomi скоро появится у нас Redmi Note 5 и Xiaomi Mi 7. Я их очень жду, и мне очень хочется их пощупать. Ребятки, я надеюсь, что я вам хоть немножко помог. Если же не помог, то хотя бы помог разобраться во всем этом огромном количестве смартфонов, которые выпускает Xiaomi по одному в неделю. Ну, а с вами был Женя. Как всегда, всем удачи и всем пока!